С 2011 года, когда был принят закон в обязательном медицинском страховании, было установлено, что медицинским организациям устанавливаются объемы. Вы это все прекрасно знаете, с одной стороны, но до сих пор медицинские организации, даже уважаемые, пишут не в комиссию, а в каждом субъекте создается комиссия по разработке территориальной программы, которая устанавливает эти объемы злосчастные. Но до сих пор медицинские организации пишут не в комиссию, а пишут министру здравоохранения, территориальным фондом. Это как у нас Владимир Путин, он как бы президент и главнокомандующий. О каких-то бытовых вещах пишут главнокомандующие, но вроде как президент, так и здесь путаница. Я так штрихом указываю, что неправильно медицинские организации адресуют свои письма. Но это так. Идем дальше. Сейчас вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Буквально они действуют всего месяц. В нем также говорится о том, что комиссия распределяет и корректирует объемы. Это было и в предыдущем нормативном правом акте, именно в приказе 158Н. Также в законе говорится об этом, что комиссия, но это не самое интересное. Вот самое интересное. В новых правилах обязательного медицинского страхования появилась норма такая, согласно которой медицинская организация не может выставлять счета, если сумма превышает тот объем, который установила комиссия. Это, конечно, нонсенс. И давайте посмотрим, что предлагают новые правила обязательного медицинского страхования и что с этим делать. В правилах обязательного медицинского страхования есть такой пункт еще 151. Там много чего интересного. Но вот сейчас я остановлюсь на пункте 151. Значит, законодатель в лице Минздрава предлагает следующую процедуру. Она понятна. Он говорит, что теперь ежемесячно вы должны со страховыми компаниями анализировать риски оказания медицинской помощи сверхустановленных объемов, а потом в дальнейшем страховая компания должна будет обращаться в территориальный фонд. Так вот, как здесь быть? С одной стороны, теперь новые правила предусматривают, что теперь, если вы оказали услуг не на 120 тысяч или 120 миллионов, а на 140 миллионов, что же делать? Есть ли эти логики, которые предусмотрены в приказе? В чем она заключается? Вы ежемесячно анализируете, переписываетесь с страховой компанией о том, что имеет место быть некое возможное превышение объемов. В дальнейшем в конце квартала, это тоже предусмотрено вот здесь же в пункте 151, о том, что вы пишете в комиссию в конце каждого квартала письмо, в котором вы указываете, что вы оказали медицинскую помощь сверхустановленного объема. И дальше, по логике, комиссия должна вам эти объемы утвердить, ну, по идее. Если все так, замечательно, таких вообще, когда проблем таких не будет. Но из практики, работа по регионам, а мы работаем в большом количестве регионов, такое происходит не всегда, далеко не всегда. Вы можете написать в комиссию о том, что вы оказали медицинскую помощь там на 100 миллионов, на сверхобъема комиссии, в силу тех или иных обстоятельств, может принять решение, что вам даст 50. Возникает вопрос, а что же делать с оставшимися 50? Проблема заключается вот в чем еще. В соответствии с законом и в соответствии с правилами, оплате подлежат медицинские услуги, за которые были выставлены счета. В соответствии с этим, если вы счета не выставляли, то, соответственно, у вас возникает права обращаться в суд за судебной защитой. И тут получается следующее, что если вы обратились в комиссию, теперь возвращаемся, написали письмо о том, что просите провести корректировку, частично удовлетворено или вообще не удовлетворено, то у вас возникает ситуация, когда вы должны что делать? Решайте, а что же делать? Нужно, с нашей точки зрения, нужно писать, вернее, не писать, а направлять счета в страховую компанию. Если вам комиссия отказала, направить в страховую компанию эти счета. Почему? Потому что если вы этого не сделаете, вы не сможете обратиться в суд за судебной защитой. Так вот, есть еще один вариант, при помощи которого, что можно делать? Ну, вот это, о чем я говорил, то, что вы должны будете обращаться в комиссию. Значит, что нужно делать с нашей точки зрения? Есть тут два варианта, давайте подытожим. Первое, вы действуете по правилам, которые предусмотрены в правилах. Извините за эту вторую. И второй вариант, какой может быть? Значит, медицинская организация оказала услуг там, наверное, на 125 тысяч или миллионов, у кого какой объем. И вы можете сразу, ну, пройти по процедуре, которая предусмотрена, приказом новым. Если этот механизм срабатывает, ну и замечательно. Если он не срабатывает, то в дальнейшем вы можете поступать другим путем. Вы можете изначально сразу направлять в страховую компанию счета в полном объеме, которые вы оказали. Тут есть несколько нюансов. Значит, если во всех субъектах Российской Федерации все счета направляются в электронном виде, через информационную систему. Держателем этой информационной системы является территориальный фонд. Все счета ваши проходят так называемый форматно-логический контроль, на этапе которого происходит обрезание ваших счетов. И тут возникнет проблема, что, как это бывает в некоторых субъектах, вы направляете счета, машина срезает, страховая компания получает только счета, допустим, на 100 тысяч, а не на 120 тысяч. Поэтому здесь возникает вопрос, а как нам быть, если машина не пропускает? Все очень просто. В этом замечательном приказе есть раздел, в котором указано, что должно быть в счетах и реестрах счетов. И вы просто на бумажном носителе, бумажный носитель никто не отменял, направляете в страховую компанию, неважно там с нарочным или письмом с уведомлением, направляете эти счета. Значит, и в дальнейшем страховая компания вам отказывает, но в дальнейшем зато у вас возникает основание для обращения за судебной защитой. Значит, что бы еще хотелось обратить внимание в связи с теми изменениями, которые в судебной практике происходят, ну и тем более с учетом тех изменений, которые пришли с новыми правилами. Значит, страховые компании, вообще судебная практика по объему, она в принципе установилась, она достаточно ярко выраженная в пользу лечебных учреждений. Ну, в общем, есть, конечно, исключения, но в общем она в пользу медицинской. Но страховые компании, что называется, ищут новые пути противодействия, как бы оплате медицинским организациям. Одним из таких трендов, не ярко выраженных, но все-таки имеющим место быть, когда страховые компании уже в суде указывают, что медицинская организация не информировала страховую компанию о том, что она оказывает помощь сверхустановленных объемов. Именно не информировано то, что предусмотрено договором. А в договоре, как ни странно, действительно предусмотрено, что медицинская организация информирует страховую компанию об условиях оказания медицинской помощи, об объемах, которые оказаны и так далее. И суды в некоторых ситуациях это начинают учитывать. В свете новых правил, где в пункте 151 вообще говорится, что медицинская организация должна обсуждать, так скажем, со страховой компанией риски оказания медицинской помощи, уведомление страховых компаний становится наиболее актуальным. То есть вы должны ежемесячно, с нашей точки зрения, информировать страховые компании о том, что вы оказали медицинскую помощь сверхустановленного объема. Не вообще в общем объеме, а именно сверх. Суд всегда оценивает добросовестность медицинской организации. Вот когда мы в судах сидели по этим объему, значит, и суд смотрит, так, значит, медицинская организация в страховую компанию писала, писала, значит, в комиссию писала медицинская организация, писала. То есть медицинская организация сделала все, что от нее зависело для того, чтобы оказать. Если вы этого нет, то суд может задать вопрос, а, собственно говоря, почему вы не обратились, не обращались. И тут, как бы, куда ветер подует, неизвестно. Значит, медицинская организация, я обращаю внимание, теперь ежеквартально нужно обращаться в комиссию, не реже, что называется, я бы так сказал, хотя можно и писать и чаще. Так, значит, по поводу судебной практики. Судебная практика у нас заключается уже в том, что... Можно перебью буквально слово, писать с указанием суммы, на которую превышено, или просто себе в компьютер завести автобот, который каждый квартал будет информировать страховую медицинскую организацию о том, что мы превысили. Нет, ну, конечно, сумма, сумма имеет значение. Да, сумма имеет значение. Креативить, хорошо. Размер имеет значение, да. Так, значит, судебная практика. Как я уже сказал, вообще, арбитражные суды, аж с 2011 года, уже давно эта формулировка, которую применяют арбитражные суды, что законодательство не устанавливает зависимость оказания медицинской помощи от установленных объемов. Вот пункт два, то, что я уже сказал. Суд учитывает добросовестность, своевременность обращения в комиссию, информирование страховых медицинских организаций. Конечно, суд учитывает при рассмотрении уже в суде, были ли претензии по качеству медицинской помощи. Это очень важно. На это тоже нужно обращать внимание. И, конечно, суд учитывает факт совеременности направления счетов и резервов счетов. У нас была ситуация, когда одна медицинская организация в одном регионе, им позвонили из фонда и сказали, что вам же установили там 100 рублей, а вы тут на 120 опять же. Давайте убирайте. И те в течение нескольких лет убирали эти 20 рублей, а потом они почему-то думали, что потом комиссия что-то потом откорректирует. Но у комиссии не было этой задачи, а потом сформировалась огромная задолженность. И измеряемая миллионами под десятки. И, конечно, медицинская организация решила пойти все это взыскивать в судебном порядке. Но нам для того, чтобы это все взыскивать в судебном порядке, пришлось заново подавать счета. На бумажный носитель. Мы все это направляли, несмотря на то, что медицинская организация тут же применила второй код, помимо того, что превышение объемов, а еще какой код, о том, что истек срок подачи счетов. Ну, на это надо проще смотреть. В судах на сегодняшний день слабо учитывается, а у нас 2-3, а то и 2,5 года прошло с момента истечения срока, когда мы должны были подать. И, тем не менее, мы это сделали, и суд на доводы страховой компании, что истекли, тем не менее, вынес решение в пользу нашего доверителя. Вот. Ну, давайте я, если позволю, расскажу анекдот. Ну, для... Потому что все уже сидят, все немножко устали. Давайте как это... Тем более, это будет в смысле того, что я рассказал. Как бы надо знать свои права и свои возможности. Коллеги уже этот анекдот слышали сто раз, но я думаю, что кто-то присутствует, еще не все. Значит, большой симфонический оркестр, накануне грандиозных гастролей. Вот готовились, сложнейший аппертуар, билеты, визы и так далее, и так далее. Ну, буквально за день до отъезда приходят приказы из министерства, не здравоохранения культуры, а снятие дирижера и назначения непонятно никого. Ну, а все в шоке, ехать невозможно, не ехать еще больше невозможно, значит. Ну, в общем, трупы выезжают. Прилетают они в первую столицу, выступают, грандиозный успех. На радио, телевидении, в общем, все о них пишут. И они так дефилюруют по всей Европе, приезжают в последнюю столицу. Их упросили сделать дополнительное наступление, благо там еще до отъезда 3 дня было. Ну, в общем, и последнее наступление, импровизация, 30 минут, занавес поднимается, опускается. Все, занавес опускается, и к дирижеру подходит первая скрипка и говорит, уважаемые, либо ты сейчас покупаешь 6-7 ящиков лучшего коньяка на всю нашу труппу, либо в следующий раз мы сыграем то, что ты машешь. Ну, я к чему, знаете свои права. Так что все, спасибо. Спасибо.